Приветствую вас. Первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, то, что переживать за ваших родных, именно вот просто переживать, ну, не имеет никакого смысла. Вы вредите только сам себе. То есть вот даже само слово «переживать», само слово «переживать», оно означает, что вы как бы переживаете одно и то же. То есть раз за разом, раз за разом, вы одно и то же через себя прокручиваете. И совершенно очевидно, что ни вам от этого лучше не становятся, ни, собственно, вашим родным стоят. И в этой ситуации ваши родные точно не останутся счастливее, если вы будете сами грустить, если вы будете сами переживать. Ваши родные совершенно точно лучше себя чувствовать не станут. Это факт. Надеюсь, вы его для себя постараетесь определить. Далее. Значит, следующий важный момент – это то, что вы пишете по поводу того, что они живут тяжело. Материал, значит, в весь момент какой-то. Во-первых, важно понять сначала, они хотят сами что-то поменять или нет. То есть вот если они хотят что-то изменить, если они стараются, если им не нравится то, как они живут в данный момент, если их не устраивают это, то тогда можно говорить о том, что их жизнь она будет лучше улучшать. И чем дальше она будет протекать, тем больше она будет улучшать. Потому что если людям не нравится, как они живут, они и не будут жить так. Рано или поздно, рано или поздно, они поменяют свое бытие, они поменяют свою жизнь в лучшую сторону. Это то, что нужно вам понять. Далее. Вы говорите, что я не могу им вам помочь. Тут момент какой. Дело в том, что помочь, как вам уже сказала моя коллега и сказала, в принципе, совершенно правильно, это то, что помочь можно по-разному. Если вы не можете помочь материально, ну, в силу ряда причин, да, вы и не должны помогать материально, потому что, ну, понятно, не все в ваших силах, да, и так далее. Вот. Но если люди хотят изменить что-то в своей жизни, то логично, что ваша помощь может быть не материально. Логично, что ваша помощь может быть другой. Ваша помощь может быть поддержкой, там, слова, там, просто нахождение рядом, да, то есть, ну, бытность рядом и так далее. Это то, что вы можете сделать, если действительно хотите помочь своим родным. Вот. И все. И другая помощь им не нужна. Кстати, материальную помощь они бы сами от вас, возможно, и не приняли бы. Если, ну, если они, вот, вас уважают, они любят вас, они понимают, что, ну, все-таки вы не должны помогать, они молодые, они, как бы, должны справляться, справляться сами. Вот. Вот. Это то, что, вот, можно назвать правильной позицией людей. И тогда вам, если вы видите, что их все устраивает, если вы видите, что они, как бы, ну, живут не очень хорошо, но, но при этом они хотят менять что-то. И они меняют, вы видите, что они стараются что-то поменять, они пытаются это сделать, то вы поддержите их именно, вот, именно, как бы, ну, духовно. И тогда у вас, как бы, не будет поводов для переживания, меньше их будет гораздо. И вы сможете для себя делать что-то конструктивное, то есть дать выход своим переживаниям по поводу ваших родных. А если люди все-таки, несмотря ни на что, живут плохо, но их все устраивает, то здесь вам нужно понять такую вещь. Эта вещь, без преувеличения, является системообразующей, то есть является главной. Выключается она в следующее. Если люди живут плохо, но ничего не меняют, то значит, в их реальности, в их, ну, восприятии, все правильно, все нормально, и в их реальности все так, как должно быть. И вы, опять же, переживая за них, вы судите со своей точки зрения, со своего восприятия реальности. А это значит, что вы поступаете, конечно, не эгостично, но эгоцентрично. То есть вы выступаете, как мерило. Вы выступаете, как мерило людей. Мерило, вот, например, ваших родных. То есть вы даете оценку того, как они живут, и считаете, что они так жить, в принципе, не могут. Только потому, что таково ваше мнение. И не отрицая того факта, что ваше мнение имеет право на жизнь, оно имеет право быть. Но все-таки у людей определенно свои взгляды на вещи, у людей определенно свои, как бы, своя позиция. И они эту свою позицию будут оставить, если их все устраивает. И тогда получается, что вы переживаете только потому, что ваша позиция отличается от позиции, ну, собственно, ваших родных. И в таком случае можно говорить о том, что вам необходимо принять их позицию и для себя понять, что переживаете вы не за них. В объективном смысле слова вы переживаете не за них. В объективном смысле слова вы переживаете за то, что как они живут, то, как они живут, не соответствует вашему взгляду, вашему представлению о том, что должно быть правильным. И я могу здесь вам порекомендовать только то, чтобы вы постарались все-таки, ну, для себя выделить, что не все, что вам кажется неправильным, не имеет места быть. И вы, приняв эту позицию, просто-напросто свою жизнь, ну, сделаете несколько более простой. Потому что иногда бывает так, что то, что нам не нравится, то, что мы считаем не очень хорошим, для других людей не является совершенно приемлемым. Да, это сложно понять, это иногда невозможно понять, но если люди живут, если их все устраивает, то у нас нет другого выбора, кроме как принять их позицию. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, надеюсь, что помогу вам, если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку, если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.